Здравствуйте! В эфире новости города и при Байкале на канале 360 Ангарск с вами Ульга Волошина. Соблюдать меры безопасности, использовать средства индивидуальной защиты в магазинах, в общественных местах и на транспорте. Ведь ситуация с распространением коронавирусной инфекции при Ангаре остается сложной. Об этом на заседании оперативного штаба заявил временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Напомню, с воскресенья отменили практику обязательного размещения прилетевших в регион пассажиров в обсерваторы или на самоизоляцию. Масочный режим продолжается. Прошу еще раз внимательно изучить анализ заболеваемости на ваших объектах. Проводите разговоры с сотрудниками. Контролируйте рабочие места. Должна быть ежедневная дезинфекция. Рабочие места должны быть организованы с учетом социальной дистанции. Поездки между регионами планируется возобновить с 1 июля. Как заявили чиновники, в первую очередь они будут поддерживать семейный туризм. Поэтому будут подготовлены предложения по льготным тарифам для семей с детьми. Также власти готовы поддержать грантами предпринимателей, которые возьмутся за создание эко-проектов, кемпинг-отелей и парков, в том числе на Байкале. Более 110 километров федеральных дорог в Иркутской области защитят. Работы пройдут на территории восьми районов, в том числе Ангарского городского округа. Слоями износа называют верхнюю часть дороги. Ее задача – обеспечить необходимое сцепление транспорта с магистралью и защитить само покрытие от истирания и колейности. Кроме того, дорожники ликвидируют просадки проезжей части, колейности, мелкие дефекты. Будут укреплены обочины, заменены дорожные знаки и сигнальные столбики. Нанесена горизонтальная разметка, в том числе термопластичными материалами. Продолжаем выпуск. Семье, которое лишилось имущества и жилья при пожаре в микрорайоне Северный, неравнодушные ангарчане продолжают помогать. Люди несут вещи, продукты и деньги. Накануне погорельцам был предоставлен номер в одной из гостиниц города. Не остались пострадавшие без внимания депутатов. От дома остались только буглиные стены. Здесь проживала семья из четырех человек. Жилье не было застраховано, а потому собственнику теперь необходимо собрать пакет документов для получения материальной помощи. Разобраться в юридических тонкостях семье также помогает команда депутата Законодательного собрания Иркутской области Александра Белова. Мы с моими коллегами, с депутатами Законодательного собрания Тангарского городского округа, конечно, откликнулись сразу на эту проблему. На сегодняшний день Евгений Сарценбаев предоставил жилье. Мы оказываем юридическую помощь, поддержку для того, чтобы восстановить свои права. Естественно, финансовая небольшая, но я думаю, что всем миром по нитке всегда можно помочь. Сейчас очень многие откликаются. Я призываю всех, кто желает помочь. Сейчас тяжело всем, но тем, кто погорельцам, всегда считается, что надо помогать. Поэтому всех призываю подключиться и кто чем может помочь. Ангелина Борисова, Альберт Домни, Новости 360, Ангарск. До 30 июня планируется установить в парке за дворцом культуры «Нефтехимик» бюст первого директора нефтехимической компании Николая Ярополова. Также в рамках государственной программы Иркутской области формирование современной городской среды продолжается благоустройство самого сквера. Напомним, ранее жители предложили отремонтировать фонтан, входные группы, устроить новые цветники, заменить плитку на дорожках, установить малые архитектурные формы, устроить декоративное освещение, оборудовать концертную сцену и озеленить территорию. Особое мнение. Так называется рубрика, в которой неравнодушные ангарчане высказывают свои суждения по различным вопросам. Сегодня о местах отдыха для ангарчан рассуждает директор агентства недвижимости «Рублевка-38» Евгений Кобычев. Я бы хотел затронуть проблему в нашем городе, считаю, детских площадок. Считаю, что это очень важный момент, который не нужно упускать. У меня самого растут две достаточно активные дочери. И когда мы выходим во двор, и нет возможности просто отпустить детей на улицу, одних, потому что во дворе нет детских площадок, не говоря уж о спортивных площадках. Хотелось бы, чтобы это было доступно. Доступно для каждого человека, чтобы выходили и не было проблем с этим никогда. Чтобы спокойно можно было детей отпускать во двор, чтобы они играли, дышали свежим воздухом, наслаждались. Они сидели по домам. И еще бы хотел затронуть тему парковых зон. Тоже немаловажный момент. Потому что, допустим, я, если взять, я все детство прожил в 12-м микрорайоне. И мы гуляли в парке, да. Зайти сейчас в парк особо народа никого нет. Дети не играют. Это пожилой возраст, допустим, более взрослый возраст тоже. Особо не гуляют. Это, я бы сказал, проблема. Можно было бы, конечно, по мое видение, можно было бы установить разметки те же, допустим, скандинавские, по скандинавской ходьбе. Установить площадки. Сейчас же это очень развито. В более крупных городах в каждом парке имеются площадки, где взрослые люди, те же наши родители, бабушки, дедушки, могли бы погулять бы и тут же позаниматься на тех же спортивных площадках. Как бы было бы прекрасно видеть, как гуляют возрастные даже люди, наши родители, в парках и занимаются на тренажерах. Это здоровье наших детей, нашего поколения. Здоровье наших родителей, бабушек. И я бы очень сильно хотел, чтобы наши дети занимались спортом, гуляли, и было бы всегда им вспомнить о своем прекрасном детстве. Как правильно выбрать клубнику при покупке, рассказали эксперты. Ее первый сбор стартует в центральной части страны уже в июне. И сибирикам следует обращать внимание только на дозревшие ягоды, а также на то, в какой таре они продаются. Если клубника находится в большой таре, то ее собирали, когда она еще была зеленая. Если же расфасована в небольшие коробочки, то шансов, что она окажется вкусной, гораздо больше. Обычную зрелую клубнику продают в упаковке по 200-300 граммов. У хорошего плода зеленые чашелистики, ягода выглядит свежей и красивой. Если у вас есть темы для сюжетов, звоните по телефону 54-88-07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. А на сайте ангарск360.ру кроме наших новостей найдете телепрограмму и много другой полезной информации. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов при Байкале. Здравствуйте! Это погода на канале 360 Ангарск. Я Екатерина Косюмова. В Байкальске 10 июня пасмурно и дождь. В обед температура воздуха составит 13 градусов тепла. В темное время до плюс 7. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 713 миллиметров ртутного столба. В Листвянке почти такая же погода. Днем плюс 9 градусов. К вечеру на термометре можно будет наблюдать плюс 7. Ветер юго-западный 2,4 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В среду пасмурно и дождливо. В обед 11 градусов выше нуля. Ночью плюс 8 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарска. Я желаю вам отличного настроения. В любую погоду. Смотрите метеопрогноз на канале 360 Ангарска.